Традиции стародавнего ткацтва отражают мастерых и вёсы неглубка Ветковского района. В Мясовом Доме культуры працу гурток ткацтва «Ниток». Тут научается больше, как 20 детей. Познайомиться с текстильными традициями на Ветковшину проезжают гости из всей Беларуси и за Межжа. У центра ткацтва побывала Вероника Гомзюкова. Багаттей разнастаянность техник ткацтва и вышелки. Складанная полихромия, десятки геометричных и рослинных орнаментов. Беларусские ручники – саправды культурный сдобыток. Технологии их выработ умели свои региональные особливости и биражливо передавались из поколения у поколения. Неглубская традиция уникальная в своем роде. Майстры выкористовывают усяго три колеры. Белый увасабляя духовную частенью. Червоный – багаттей молодость. Черный символизует землю. Узоры не осуть сакральный сенс. Татьяна Суглоб об основах ткацтва доведалась от мати. Кажа, что наведвала школьные занятки по этому направку. А затем працевала на мясцовой ткацкой фабрице. Сёння передае сакрэты ткацтва своим вучням. Иногда больше мальчики интересуются. Иногда больше девочки. Но усидчивости больше, наверное, у мальчиков всё-таки. Потому что испокон веков ткач – это была мужская работа. Потому что надо было забивать сильно, чтобы полотно ткать. Сила большая надо. Ткали мужики. Двухаднольковых неглюбских ручняков не знайдзица. На кожным свои символы. Ручняковый код добра – небы молитва на тканине. Страла, крывули, круча. Гэтые знаки супроводжали человека от первого до опошнего дня життя. Татьяна каже, что значение многих знаков яна и ее коллеги по мастацтве не ведают. Выбирают те, что спадабаются. Головная ткаць с любовью, укладываючи душу. Ручняк повинен подобаться самому майстру. Только в этом случае он сможет оховывать господара. Раньше говорили, что старые люди подбирали ручняки. Я не знаю, знали они узоры это или нет. Говорили, что нам в музее рассказывают, что это были узоры, например, на свадебные, на похороны. Я, например, не вникаю в эту глубину. Я отку все узоры от души. Понравился узор? Я отку. Иногда вроде начинаешь ткать узор, ну так, ничего. К концу ты уже не можешь его доткать, потому что он тебе не нравится. Уже все. Ручняк, можно сказать, испорчен. У них любку на майстер-классы запрашают в любой час года. Тут же у жнив не проводится, что годовое свято ткацтва – кросинцы. На им усе жадающие смогут познайомиться с традиционным рамяством и культурой этого местечка. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» из Ветковского района.